Нам удалось наладить связь с Алексеем Мельником, с директором программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, приветствуем вас. Приветствую вас. Прошу прощения за технические... Да, все в порядке. Прямой эфир, все может произойти. Мы услышали заявление Лаврова, пропагандиста, который называет себя министром иностранных дел Российской Федерации. Ну, как очень часто бывает, нужно между строк читать все то, что звучит. Как можно понимать, или как правильно понимать подобные заявления? Почему вдруг они начали звучать? Я не вижу заявления Лаврова ничего нового, поскольку об этом постоянно говорили. Россия не собирается останавливаться на каком-то рубеже по своей, как они иногда говорят, доброй воле. Россия может остановиться там, где ее остановят. И опять-таки, я имею в виду, не просто остановят, но отбросят. То есть Россия не будет останавливаться. И западная граница для Украины, это тоже для России не предельно. Она будет идти так далеко, как ей позволяют. Потому что если анализировать слова Лаврова, то есть они сначала, ну сейчас якобы это Крым и Тонецкая, Луганская. Насколько должна быть эта буферная зона? Скорее всего, у них сейчас амбиции это на всю Украину. Потом они, ну то есть где-то вот они видят там то, что конец 80-х годов, то есть должна быть еще буферная зона между НАТО, как раз за счет стран, которые есть членами НАТО. И это как раз то, что было в ультиматуме, выдвинутом России в конце, в ноябре прошлого. То есть ничего я лично особо нового в этом не вижу. Ну да, ну вот опять же, очень странные эти заявления. Они какие-то, вот как будто бы, знаете, противоречивые, причем сами же себе. С одной стороны, мы говорим о том, что якобы им нужна буферная зона. Но вот чем ближе же граница к НАТО, тем больше амбиций россиян. Тут же и Финляндия. Ну то есть они же сами себя окружают странами НАТО, но при этом хотят буферную зону. То есть как бы вот что происходит? Зачем так делать? То есть захват Украины, но в то же время и граница НАТО, вот она уже. Вы очень удачно вспомнили пример Финляндии, ну и Швеции, можно сказать. Потому что все вот эти вот гневные заявления угроза России по поводу нерасширения НАТО, Финляндия и Швеция, вот буквально, скажем, сюрприз для всех. То есть они фактически уже, ну не то что на полпути, то есть они буквально за полшага до того, как флаг двух стран поднимется в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Что Россия сделала? Проглотила. Потому что она ничего не может противопоставить. То есть это еще одна подсказка для нас. То есть Россия проглотит тогда, когда ей покажут, что она ничего, то есть она уже бессильна. То же самое касается вот сейчас амбиции по поводу захвата новых территорий. Как только в России создадутся условия, которые были созданы, например, к концу марта, или же очень яркий пример – это остров Змеиный. И тогда Россия очень становится податливой, она проявляет жесты доброго. Ответ очень простой и одновременно сложный. Язык силы – это то, что понимает Россия. Если Россия понимает исключительно язык силы, то сейчас Украина, говоря языком, понятным для Российской Федерации, показывает, что, по сути дела, сила сегодня, да и правда, на стороне именно Украины. Теперь, какова вероятность, что сейчас будут в Кремле изменять задачи, совершенно переключаться больше на дипломатию, и дипломатическими путями пытаться закрепиться на тех позициях, на которых российские оккупационные войска находятся сейчас? Сказал о том, что о языке силы я имел в виду не только военную силу. То есть это комплекс. В том числе это экономические санкции, политические, дипломатические. То есть все то, что сейчас мы наблюдаем. Это, в первую очередь, Украина, которая оказывает очень эффективное вооруженное сопротивление. Это точно так же действия наших партнеров. Что можно, скажем, сейчас ожидать от России? Уже были и идут какие-то сигналы о готовности России к переговорам. Россия использует эти возможности, например, то, что касается кризиса с зерном. Но здесь нужно проявлять очень большую осторожность, не забывать те уроки, которые мы уже выучили, и мы, и западные партнеры от России. То есть это никакой не жест доброй воли, это не попытка пропустить зерно, это не сострадание к тем миллионам людей где-то там в Африке или в Азии, на которых ожидает голод без украинского зерна. Это попытка выиграть время, это попытка получить вот эту оперативную паузу и для того, только для наращивания сил и продолжения агрессии. Поэтому Россия будет искать какие-то дипломатические шаги, но это не шаги к миру. То есть это шаги к тому, чтобы получить передышку и к тому, чтобы накопить резервы, ресурсы для очередной эскалации. Алексей, скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, вот некоторые эксперты считают, что так называемое перемирие, желание Путина сесть за стол переговоров, это желание скорее закончить войну, это всего лишь ловушка, на которую не стоит вестись украинской стороне, потому что это всего лишь будет временная пауза, а дальше новый удар. То есть не мир, а ловушку нам предлагают. Я, откровенно говоря, не слышал каких-то уважаемых, скажем так, экспертов, кроме российских, которые бы рассматривали жест доброй воли, опять-таки в кавычках, со стороны России, то есть готовность к каким-то переговорам в различных форматах, как желание закончить войну. Скажем так, закончить эту войну на взаимовыгодных или взаимоприемлемых условиях. То есть Россия, единственный рецепт России, который она постоянно предлагает Украине, то есть прекратите сопротивляться, и война закончится. Ну, вот это вот российский рецепт. Я, честно говоря, кроме российских пропагандистов, ни от кого не слышал, вот кто бы рассматривал любые инициативы Кремля, которые исходят из Кремля, либо по открытым каналам, либо по закрытым каналам, как желание возобновить мир. Да, поэтому Украине остается на данном этапе исключительно защищаться, защищать себя, защищать своих граждан, свой суверенитет. Это прекрасно помогает нам в этом западном вооружении, «Хаймарсы», в частности, который предоставляет американская сторона. Которую господин Лавров выучил, как произносятся. Да, официально Украине предоставлены снаряды для «Хаймарс», которые могут лететь на расстояние порядка 80 километров. Как вы считаете, от чего зависит предоставление более дальнобойных ракет для систем «Хаймарс» или похожих систем? В данный момент есть очень, скажем так, интересная дискуссия на Западе, где пытаются аналитики. Я думаю, много среди них людей, которые где-то близко к советникам, лидерам государства. Дискуссия идет по поводу того, насколько сильно нужно поддерживать Украину для того, чтобы не допустить неконтролируемые эскалации. И как раз в этом контексте, я не говорю, что они имеют туманирующее влияние на политические решения. Но, в общем-то, то там, то там есть признаки того, что иногда идет сознательное сдерживание этих поставок, сознательное сдерживание темпов наращивания не оборонительного, а наступательного потенциала Украины. То есть Запад очень опасается незапланированных инцидентов, которые могут привести к прямому столкновению между НАТО, между Соединенными Штатами и Россией. То есть это то, что сейчас, наверное, кроме технических каких-то аспектов, влияет на темпы и объемы поставки вооружений в Украине. Но в любом случае консенсус по поводу того, что оборонительные возможности Украины должны наращиваться, и они должны поддерживаться. Вот в этом, на мой взгляд, есть консенсус. Но есть вот такая вот дискуссия, которая, в общем-то, мне кажется, один из факторов, который ограничивает возможности Украины по эффективному контрнаступлению. Вот есть еще такое мнение. В Европе его очень активно пытаются разогнать, так сказать, о том, что есть общая усталость от войны. Как вы считаете, вот эти нарративы, они могут все-таки получить эффект и помощь Украине приостановится, будет ее меньше? Либо же это всего лишь слова, на которые не стоит обращать внимания, и мы имеем стопроцентную и общую поддержку наших друзей в Европе и в Америке? Усталость от войны, в общем, это достаточно прогнозируемый этап. Вы там также не должны видеть ничего нового, потому что она есть в Украине, она есть у наших западных партнеров. Это нормальное природное явление. Какие будут последствия или каким образом эта усталость от войны отразится на объемах поставок, на каких-то политических решениях? Это, в общем-то, вопрос, на который сейчас многие ищут ответы. Но, по крайней мере, на уровне декларации, недавнее заседание Рамштайна, заявление официальных лиц основных лидеров государств, которые поддерживают Украину, говорят, то есть они, в общем-то, настраивают собственное население, собственное общество к тому, что их ожидают тяжелые времена, но это сознательный выбор, это неизбежный выбор. Есть большой риск того, что сейчас рассматривается период, летний период и зимний период. Насколько Европа сможет подготовиться к этим шокам, которые будут связаны с полным прекращением или существенным прекращением поставок российского газа. То есть все вот эти вот факторы, они, конечно, влияют. Но в любом случае, вот на данный момент можно констатировать то, что консенсус, который существует, который сложился по поводу необходимости сдерживания агрессивной политики России, сохраняется. И в том числе сохраняется консенсус в том, что Украина сегодня на переднем крае борьбы, и если вы не хотите воевать непосредственно с Россией, то тогда лучше все-таки помогать Украине, которая достаточно успешно с этой задачей справляется при экономической военной поддержке наших партнеров. Да, да и добавляет оптимизму, ну, например, слова главы ЦРУ Уильяма Бернса, который заявил о том, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если думает, что может выиграть войну на истощение в Украине. Спасибо большое, Алексей Мельник, за то, что присоединились к нашему эфиру и прокомментировали ситуацию.